Биометрия Биометрия – это некие физиологические или поведенческие особенности человека. Сущность биометрии в том, что эти показатели неотделимы от человека и они использованы, не могут быть подделаны или украдены. Что нам нужно для биометрического измерения? Ну, собственно, вот некое устройство фиксации, некий обработчик-процессор и хранение, где база данных, где хранится вся информация. С фиксатора приходит процессор и в базу данных хранится. Ну и перед тем, как мы проводим биометрическое измерение, мы должны в базу данных наполнить этими биометрическими данными, то есть провести регистрацию биометрических данных. Без этого не с чем сравнивать будет. Мы при установлении подлинности выделяем верификацию и идентификацию. Верификация это один к одному, то есть вы, значит, свои данные демонстрируете. И мы отыскиваем, что эти данные соответствуют именно вам. Например, когда мы в банке, показываем, что это мы, или телефон разблокируем, опять же, мы можем показать, что это мы. Это верификация была, а идентификация, когда соответствие один ко многим. Это значит, что нас не интересует, что это именно вы, а нас интересует, что вы принадлежите к какой-то определенной группе людей, ну скажем, служащих данной компании. И, соответственно, неинтересна именно ваша информация, интересно, что мы можем идентифицировать вас, как принадлежащих к какой-то группе. Методы физиологические и поведенческие. Ну, физиологические это то, что вы обладаете, и поведенческие это, как вы себя ведете. Соответственно, физиологические можно использовать и для верификации, и для идентификации. Мы должны выбирать те характеристики, которые уникальны. Ну, и кроме того, мы должны учитывать, что характеристика может изменяться в течении времени. Ну, человек стареет, болеет, еще что-то. Какие методы? Отпечатки пальцев. Ну, применяется давно. Достаточно высокий уровень точности, не стопроцентный, конечно. Но мы можем пренебречь, но в конце концов, мы можем дополнительно использовать какие-то методы. Поддерживаются как верификация, так и идентификация. Проблемы, что могут меняться, травмы, старения, болезнь и так далее. То есть, это тоже надо учитывать. Ну, например, когда у вас берутся отпечатки пальцев, лучше отпечатки нескольких пальцев, чтобы при каких-то травмах были запасные пальцы. Радужная оболочка глаз. Ну, могут измениться, опять же, какие-то заболевания глаз, еще что-то. Тетчатка. Кровеносные сосуды уникально тоже расположены на глазном дне. Не очень распространена, потому что очень дорогие устройства, а другие методы дают результаты не хуже, но устройство попроще. Лицо. Ну, опять же, очки, борода, усы, старение, макияж. Ну, и кроме того, проблемы со считыванием. То есть, нужно трехмерное считывание, не двумерное. Ну, тоже проблемы есть. Руки. Руки в основном для верификации. Для идентификации реже применяют. Голос. Ну, по голосу тоже можно определить человека. Опять же, он меняется с возрастом, с болезнью. Мешают какие-то шумы измерять голос. Ну, может быть, у близких людей, там, у братьев, могут быть похожи голоса, или у родителей детей. По ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота. Опять же, достаточно точные методы и верификация, и идентификация, но дорогостоящие достаточно, длительные относительно. То есть, не то, что вы палец приложили и сразу проходите. И близкие люди, там, близнецы, родственники могут иметь сходные или даже одинаковые куски ДНК, которые берут. Значит, поведенческие методы. Это то, как вы ведете себя. Ну, тут нужно следить за этими методами, чтобы постоянно их отслеживать. Подпись, ну, чаще всего и используется для верификации. Понятно, кто подписал. Опять же, от состояния человека зависит. Кто-то за коричку так ставит, а когда устал, по-другому. Ритм печати, скорость печати, нажим на клавиш. Опять же, может быть, изменяться. То есть, люди то быстрее, то медленнее привыкают к печати. Выучил 10-пальцевый метод. Ну, и, конечно, сложность текста влияет на темп печати. Ну, и, конечно, точность у нас два стандартных коэффициента. Ложные тревоги или ложных отказов и ложные идентификации. Соответственно, нам первое показывает, как часто человек не распознается системой. То есть, в принципе, это он, но система не распознала. И, наоборот, как часто неправильный человек распознается системой. Ну, в разных случаях критичным является то тот, то другой показатель. Ну, чем хороши биометрические всякие данные, тем, что они всегда с человеком. Не нужно ничего с собой носить, ничего не нужно знать. Всегда можно по ним человека найти и идентифицировать и верифицировать. Все, что угодно. Итак, мы можем устанавливать подлинность объекта по нескольким параметрам, по тем, что им известно, по тем, чем они обладают, по тем, что им свойственно. Пароли могут быть фиксированные и одноразовые. Атаки на пароли могут быть перехват, захват, доступ к файлам пароля, подбор, ну, и атака по словарю Брэдфорс. Подлинность вызов-ответ с помощью симметричного ключа, хаширования, асимметричного ключа, цифровой подписи. При установлении подлинности с нулевым разглашением мы только доказываем, что знаем секрет, но секрет не сообщаем. Ну и биометрия у нас физиологическое и поведенческое. Это характеристики, свойственные саму человеку. Физиологически измеряют физические свойства человеческого тела или человеческого каких-то, ну, да, тела. И поведенчески измеряют черты человеческого поведения. Ну и в конце контрольные вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok